Самого доброго утра, самой позитивной в стране Европейского Союза, Латвия, привет, просыпаемся, нас опять обокрали. Утренние новости, которые я опять же утром включаю, Америкс работает экспертом управляющего свободного порта. Самая фишка в том, что Америкс там сидит еще со времен Ушакова, то есть, ну реально, давайте без шуток, какой-то дедушка сидит на работе, получает по трешке, ни хера не делая, ну просто ни хера не делая. Это продолжается десятилетиями, и вот таких дедушек, у нас около пяти тысяч штук, и вот у таких дедушек, вот таких вот всяких скрытых мест, которые ты даже не можешь найти. То есть, я хочу зайти в регистр, регистр там предприятий каких-нибудь, или еще какой-то регистр, и отследить всех пять тысяч чиновников и все комиссии, в которые они работают. По-моему, единственное, что нужно для спасения этой страны, это создать такой сайт, создать такой регистр, и этим наверняка должна заняться какая-то оппозиционная партия, причем не на словах, а на деле. Там, где мы вбиваем, например, господин Америкс, в год он обходится Латвии, допустим, в полмиллиона, и смотрим реально, стоит этот господин таких денег или нет. И на следующих выборах мы просто берем совокупность факторов, то есть, миллион двести он обошелся в год, прибыли с него ноль. И есть ли смысл за него голосовать? Вот только так это работает. Потому что все прибыльные или убыточные фирмы, они работают именно по такому сценарию. Вы же не будете связываться с банкротом, даже если он поет слишком сладкие песни. Правда же? И вот то же самое со всеми этими Америксами и прочими историями. И появилось реальное желание позвонить Лешу Ростликову и попросить вот ту черную папку. Помните, Леша вышел к журналистам, которые как будто бы не пришли, и махал какой-то черной папкой. Примерно как тот чувак с пробизоркой, когда говорили, что нашли какое-то химическое вещество, и потом напали на Иран, на Ирак. Или куда они там еще напали. Здесь все то же самое. То есть чувачок вышел красив как бог, трес папкой, сказал, что у него на всех есть компромат, на все эти комиссии и подкомиссии, а ход делу почему-то не дается. Ну, если он был первый, кто поднял эту тему, вот большое спасибо Алексею, нужно просто действительно добраться как-то до него, открыть эту папку и пролистать ее. И поднимать общественный резонанс благодаря тебе. Какого черта вот это происходит? Я читаю эту статью, я просто хереваю. 9 лет. 9 лет чувак сидит на этой должности. Немного так цифр. 9 лет это 108 месяцев. Если мы по 3000 умножим, черт его знает, было там больше у него или меньше, ориентировочная сумма ущерба Латвии, только с одного дедушки, только с одной сделки, 324 тысячи евро. Понимаешь? 324 тысячи евро ущерб с какого-то деда, который, бля, где-то сидит. Ну, мы понимаем, что это прямая коррупция или не понимаем? Вот мне просто интересно, блядь, на 3000 евро советов. 9 лет он, блядь, советует этому порту. Нормально? КНАП ничего не видит. Политики ничего не видят. Вы понимаете настоящую проблему Латвии? Там ни русские, ни латыши, ни Россия, ни какая-то хуйня. Коррумпанты. Коррумпанты, которые взяли власть в этой стране. Давай еще раз громко. 9 лет, сука, ты сидишь там и советуешь? 9 лет? Да хуя насоветовал? Это пиздец. 324 тысячи плюс-минус. Может, я там ошибаюсь на 500 евро? Ну, калькулятор называет вот такую сумму. А если взять лопатку и покопать, сколько таких дедушек там сидит? Десятилетиями. И когда мы смотрим госдолг Латвии, и когда видим, что нам не хватает 2 миллиарда, то понимаешь, кому не хватает эти 2 миллиарда? Кто берет эти долги? Кто уничтожает реально нашу Латвию? Вот между ними не надо ставить партии там Венуты, Басаскини или еще кто-то. Они все сволочи. Они все враги народов, блядь. И с ними поступать надо, как с врагами народа. Однако по традиции я хочу напомнить, что Латвия в любом случае самая позитивная страна Европейского Союза. И живут здесь, за исключением политиков, только добрые и нормальные люди. Пока.